Сейчас, уважаемые друзья, у нас рубрика «Личное мнение». Сегодня мы приветствуем в нашей студии Павла Грудинина, директора совхоза имени Ленина. Павел Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Павел Николаевич, а вас как представлять? Нет, подожди, как вас представлять? Это не вопрос. Как политика или все-таки как директора совхоза имени Ленина? Ну, политиком я побыл, а теперь я директор совхоза имени Ленина. Хорошо. Вопрос, консультирует. Ну что, вопрос-то, что далеко ходить по поводу тем, тут думать. Пенсионный возраст, в частности, новая информация. Минтруд подготовил некий проект, план по смягчению последствий повышения пенсионного возраста. И, среди прочего, вот в этих предложениях там есть такая идея увольнять, вернее, не увольнять, а наказывать уголовно работодателей, тех, которые увольняют пожилых людей. Как вы на это смотрите? Во-первых, я плохо смотрю вообще на пенсионную вот эту вот аферу, которую называют реформой. И надеюсь, что все-таки здравый смысл забладает, в том числе, в Государственной Думе, а они ее изменят или вообще отменят. Потому что это не реформа, это просто, скажем так, попытка обобрать граждан. Ну, если говорить о вот этих вот новеллах, что за то, что человеку, значит, кто-то увольняется, а ведь у нас же увольнение как? Либо по инициативе работника, либо по инициативе работодателя. Но уволить человека без оснований вообще невозможно у нас. Поэтому, как правило, это происходит по соглашению сторон. А если соглашение стороны достигли, какой тут уголовная ответственность? Другое дело, что, конечно, можно вести уголовную ответственность за то, что ты увольняешь мать с двумя детьми и беременных, и кого угодно. Но какое отношение уголовной ответственности имеет к ситуации между работником и работодателем? Я вам сейчас пример один приведу. Я неделю назад разговаривал с этим работником своим, которому 60 лет исполнилось. И ему начислили, слава богу, пенсию, и он теперь будет ее получать. Я его спросил, ты собираешься увольняться? Он сказал, слушай, пенсия 13 тысяч, а у него сейчас зарплата 70. Я, говорит, до гробовой доски буду работать, потому что 13 тысяч мне точно не хватит на то, чтобы жить, особенно в Москве или в Московской области. Ну так и происходит. А вот вы спросили, собираешься работать или не собираешься. Почему вы так спросили? Дело в том, что в любом случае любой работодатель думает о будущем предприятии. И будущее предприятие, когда у тебя поровну молодых специалистов и специалистов хуже с опытом. Опыт передается молодым, но молодые – это будущее предприятие любого. К сожалению, так получилось, что все-таки, когда у тебя возраст, там у меня тоже возраст предпенсионный, ты уже к новому менее восприимчив, чем молодежь. Это факт. Представьте себе доярку, которой 60 лет, ее надо переучить на оператора роботов машинного доения. То есть там высшее, то есть люди только с высшим образованием могут. Естественно, доярка не сможет этого сделать. Или тракторист, которому 60 лет, и ему надо переучиться, ну там, по новым технологиям работать с тракторами, которые тоже имеют уже компьютеры. Это сложно достаточно. Поэтому, но с другой стороны, человек оказался, ну вот в результате этой так называемой пенсионной реформы, выброшенным без средств существования, ему придется как-то вот дорабатывать. А найти ему работу, ну, знаете, тут же, но только более спокойную, ну там, сторожем, еще кем-то, это довольно сложно. Поэтому работодатели находятся с работником в одной лодке. А тут говорят, слушай, ты из этой лодки сейчас в уголовную ответственность попадешь. У нас и так достаточно давления на бизнес. А уж этот, тем более, не поможет, ничего не решит. Павел Николаевич, а как вообще Вы относитесь к тому, что вот у нас чуть что, так сразу начинают уголовной ответственностью угрожать? У нас уже, мне такое чувство, что вот по любому поводу. Вот что-то не получается там в стране, а давайте за вот эту уголовную ответственность. А вот что-то тут не получается. Мы вот здесь вот тоже. Грозить начинают вот этой уголовной ответственностью по любому поводу. Я бы ввел одну уголовную ответственность. Депутаты Государственной Думы должны понести уголовную ответственность за принятие антинародных законов. Тогда, может быть, мы уравняем шансы. Потому что у нас в Конституции записано, что нельзя принимать законы, которые ухудшают жизнь населения. А они сплошь и рядом принимают такие законы, но уголовные ответственности почему-то они избегают. Да хоть бы административные, понимаете, там оставить без депутатской пенсии, например, что-то такое. Ну, я с этим согласен. Другое дело, что все понимают, что реформа по типу Сингапура или других европейских стран, она, в общем-то, нужна. Потому что ты работаешь, работаешь, деньги сумасшедшие перечисляешь в пенсионный фонд, потом его разворовали или потратили на какие-то сумасшедшие здания, а потом тебе говорят, денег нет, а давай работай еще дальше. Потому что нам денег не хватает. Поэтому, ну, я думаю, что большинство населения Российской Федерации категорически против этой реформы. И тем более против уголовной ответственности, потому что это ничего не решит. Ну, только, скажем так, еще больше усугубит ситуацию. Но у нас сейчас на одного работающего приходится уже сколько? Почти там два или даже больше пенсионера, верно? Не так. На самом деле это абсолютно неправильные сведения. Ну, вот эти сведения там приводят. Да, это абсолютно неправильные сведения. Другое дело, что срок жизни в большинстве регионах России, к сожалению, показывает, что до пенсии 50% мужчин не доживут. И, ну, какое-то количество женщин тоже очень достаточно большое. Поэтому это на самом деле, как сказал один политический деятель Геннадий Зюганов, это людоедское такое предложение, которое обирает граждан, но ничего им не дает. Но на самом деле, понимаете, мы в период работы очень большие отчисления производим в пенсионный фонд. Очень большие. А получается, теперь мы никак не защищены, если бы нам просто отдавали те деньги, которые мы когда-то перечислили в пенсионный фонд, ну, как это делают в Сингапуре, например. Есть специальный банк, у каждого есть счет, каждый знает, куда эти деньги пошли. Но если ты умер, то эти деньги достаются твоей семье. Как и положено. Это естественно, да. По логике. А у нас, получается, все достается государству. Государство это обеспечивает чиновников, например, повышенными пенсиями, причем очень большими, в том числе, кстати, депутатов Государственной Думы. А вот население каким-то образом забывает. Поэтому, ну, если кормилиц умер, а он перечислил все в пенсионный фонд, почему же эти деньги не отдать членам его семьи? Казалось бы, логично, но это не предлагается. А вот напугать, настращать, ввести уголовную ответственность, это любимое занятие нашей власти. Ну, нам же приводят некие расчеты, говорят, что вот нас не хватает денег, нет в пенсионном фонде, если учитывать нашу демографическую яму, не хватает нам денег. Слушайте, говорят, что пенсионный фонд занял Газпрому 40 миллиардов рублей. Ну, то есть денег, если не хватает, то что занимать-то? А потом, все-таки, мы же работаем в том числе и на страну, казалось бы, из бюджета можно было решить эти проблемы. Если вы помните, в Советском Союзе не было никакого пенсионного фонда, но все пенсии платились из бюджета. В бюджете федеральном денег достаточно, судя по тому, что они сейчас показывают, у них там профицит сумасшедший. И поэтому совершенно спокойно можно решить проблемы пенсионеров за счет, ну, скажем так, бюджета, который они же и наполняют. Ну, самое интересное то, что, ну, я бы так сказал, пенсионеры это люди, которые, ну, самые бедные. А президент Российской Федерации, если помните, в майских указах сказал, что первая задача это побороть бедность. И в этот момент у пенсионеров отбирают деньги, ну, или там, у работающих пенсионеров, но практически у всех. И поэтому никакой борьбы с бедностью такими методами быть просто не может. Ну, просто, как нам объясняют, в стране очень не хватает денег на инфраструктуру, на больницы, на поликлиники. Я вот пытаюсь... Как-то одного единороса, Макарова, председателя бюджетного комитета, прорвало как-то на Петербургском форуме. Он сделал и сказал, слушайте, сколько денег в эту систему не вливай, все вам бесполезно. Вот к этому, скажем так, закромам нужно дно приделать. У них же на самом деле все проваливается, все разворовывается. Они же сами, эта счетная палата же сказала, что свыше двух триллионов, почти два триллиона рублей, нецелевые расходы бюджета или просто, скажем так, разворованные деньги. Так может быть, найти, начать с себя, уменьшить количество чиновников, которые за последние 15 лет в три раза увеличились, сделать более эффективным государственное управление, перестать тратить деньги на всякие игрушки типа футбольного мундиаля или других сумасшедших проектов, которые... Ну, только для воровства, в общем-то, даже не для понятия престижа нашей страны. И начать заниматься населением, которое действительно одно из самых, если почитать, покупательских способностей, самое бедное в Европе. Ну, и, в общем-то, недалеко ушло-то от Африки. Павел Николаевич, вы вспомнили депутата Макарова, как вы сказали, вот процитировали его слова, потому что там все проваливается куда-то. Макаров высказался в том числе и по поводу НДС, повышение, принятое буквально на днях с 18 до 20 процентов. Он считает эту меру справедливой, более того, вот он считает, что если есть люди, которые не хотят это платить, то, в общем, это неправильно с их стороны. Ну, конечно, депутат об этом вообще попросил. Сказал, мы осознаем свою ответственность перед государством. Налог на обустройство страны. Вот как вы относитесь, так скажем, к этому вопросу? Это вот современный Советский Союз по многочисленным просьбам граждан. Мы увеличиваем ЖКХ, налоги и все остальное. На самом деле это полная глупость. И экономисты, особенно независимые, говорят, что косвенный налог, НДС это косвенный налог, берется из карманных граждан. Опять же, если мы говорим о борьбе с бедностью, забирать последние деньги у граждан из карманов, ну, по меньшей мере, странно. И поэтому никто никогда не боролся с, скажем так, экономическим кризисом, ну, или стагнацией, повышением налогов. Это только в нашей стране так придумали. И если уж говорить откровенно, то когда НДС снижался, это был 2003 год, президент Российской Федерации Путин говорил о том, что это будет продолжаться, потому что это даст возможность дышать бизнесу, соответственно, повышать зарплаты, повышать доходы населения. И тут кто-то говорит, нет, вы знаете, мы будем бороться с бедностью повышением косвенных налогов. Это абсолютная глупость. Другое дело, что есть какое-то, по-моему, недопонимание. Вот, знаете, тут все же видят, что, например, повышение пенсионного возраста ничего хорошего людям не принесет. Повышение НДС ничего хорошего ни бизнесу, ни людям не принесет. То есть, ух, цены повысятся. Значит, еще менее конкурентоспособной будет наша продукция. Мы даже в странах единого экономического пространства проигрываем. Белоруссии и Казахстану мы уже проигрываем. Уж не говоря о других странах мира. Поэтому, вот эти вот, лучше бы они, знаете, что сделали? НДС отменили для экспортеров. То есть, вот это возмещение НДС, которое происходит, вот, ну, Китай-то как-то живет с таким ростом экономики, но у него экспортерам ничего не возмещается. А у нас все, кстати, иностранные компании. Вот, я же все-таки эксперт в сельском хозяйстве. Представляете, вот все компании, которые вывозят зерно за рубеж, о чем мы так много говорим и хвастаются правительство, а все они иностранные компании. И всем им возмещают НДС. Значит, ну, отмените это. Все иностранные компании, и вообще все компании должны НДС платить, как все. Или наоборот. Не платить никто не должен. Ведь в Америке как-то живет с неплохой экономикой, вообще не применяя налог на добавленную стоимость. Что с продуктами питания будет? Мы вчера пытались разобраться. У нас даже в студии был человек из комитета по бюджету и налогам Думского. Мы спросили, а продукты питания, вот, они сохранят? Льготную ставку НДС она вообще будет? Или это тоже коснется и продуктов напрямую? Вы понимаете, в экономике все взаимосвязано. И хотя льготная ставка НДС на продукты питания сохранится, то, на самом деле, цена в всем повысится. Ну, потому что перевозка, это тоже в ценах продукта питания, это все будет облагаться. Ну, в общем, все. Ну, понятно. Вся цепочка. На конвейере, там, не знаю. И поэтому она... Эти повышения... Упаковываются продукты, это целый цикл. Понимаете, цена на прилавках магазинов определяется не наличием или не количеством налогов, а покупательной способностью населения. Это, знаете, баланс между спросом и предложением. И если у людей нет денег, то она будет расти, но не сильно. Ну, потому что просто никто не купит по-другому. Другое дело, что начнут разоряться предприятия, которые будут платить повышенный НДС, у которых возникнет много других. Вот, ну, там есть же еще новеллы, которые в ближайшее время мы услышим. Попытка собрать все деньги у населения, у предприятий, запихнуть их в бюджет, а потом каким-то образом потратить, знаете, 40% статей, по-моему, они защищены. То есть закрытые вообще. То есть никто не знает, куда эти деньги уходят. Еще раз, еще раз, вот я не понял, так, какие... Закрытые статьи. Закрытые статьи бюджета, которые, да, невозможно проконтролировать. Об этом знает только правительство. Ну, естественно, военный бюджет, там прочее. Павел Николаевич, но с другой стороны, должны же быть какие-то объяснения тому, зачем, если идут на этот шаг. А перед этим президент сказал, что нам нужно держать курс на рост экономики до среднемировых уровней, как минимум. И тут вдруг, бац, вы говорите, принимают этот закон о повышении ставки НДС, а это совсем, как вы говорите, не способствует росту. Как так-то? Вы знаете, ну, как-то наш президент сказал, ну, это старая цитата, о том, что если Бог кого-то хочет наказать, он отнимает разум. У меня такое впечатление, что большинство в Госдуме разум просто отняли. Потому что только недавно, не говоря совершенно другое, вы помните, да, все лидеры единороссов рассказывают, что мы не допустим повышение пенсионного возраста. Это же было совсем недавно. Ситуация в экономике ухудшилась, они не могут совершенно улучшиться. Ну, и в этот момент поднимать вот этот пенсионный возраст или поднимать НДС тем более странно. Потому что попытки снизить налоги сразу в кризис на 2008 года, это же тоже было. Мы это помним прекрасно. И это позволило бизнесу адаптироваться и выйти куда-то. Сейчас, при тех же даже худших условиях, почему-то совершенно обратные решения. Почему они это делают, честно, с точки зрения бизнесмена, предпринимателя, человека, который там, а я был заместителем председателя комитета по экономической политике в областной думе достаточно долго. Это необъяснимые действия. Ну, просто необъяснимые. Поэтому, наверное, что-то они там говорят. На самом деле, некомпетентность правительства, она видна невроженным глазом. Давайте послушаем звонок Виталия из Челябинска. Хочет о чем-то спросить или что-то сказать. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, Павел Николаевич. У меня к вам такой вопрос. Я готов. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Павел Николаевич, вопрос такой. Со всех высоких трибун говорится о том, что у нас идет поддержка малого и среднего предпринимательства. Однако, закон о мобильной и нестационарной торговле четвертый год не могут принять. Убедительнейшая просьба помочь этот закон реализовать. Ибо это есть действительно действующий драйвер экономики, развития экономики, малого предпринимательства, как для сельских, так и для жителей мегаполисов. В общем, вот такая вот наболевшая проблема. С 2014 года ждем. В 2016 году... Чтобы можно было какие-то палаточки открывать, фудтраки какие-то. Вы знаете, например, некоторые страны мира вообще освободили от налогов малый бизнес вообще весь. Особенно тот, который занимается торговлей. Недавно по советскому пространству, по-моему, Туркменистан принял такое решение. Вообще всех освободили, особенно в селах, до 5000 человек живущих. Люди должны понимать, я имею в виду наши чиновники и депутаты Госдумы, от правящей партии, что самозанятые, это люди, которые сами себя кормят. Или малый бизнес, на самом деле ему уже спасибо, надо сказать, что он не ходит и не просит поставить меня, скажем так, на учет как безработного и платите мне дотации. Их надо всячески поддерживать. Кстати, в программе кандидата в президенты было написано, что надо освободить весь малый и средний бизнес не только от налогов, но и от поборов и от проверок. У меня сейчас в совхозе проходит 9 проверок. Я одному проверяющему сказал, слушай, у меня уже людей не хватает, чтобы за вами ходить, ну или там водить вас по совхозу. Это внеплановые? Нет, 6 плановых, 3 внеплановых. Все как положено, как написано прокуратурой. Вот 6 пришло одновременно плановых и 3 внеплановых. Но дело не в этом. Дело в том, что вообще на самом деле везде малый бизнес – это основа государства. А у нас малый бизнес – это вроде как главные госкорпорации, всякие энергетические, стратегические компании. А малый бизнес вроде как должен дань им платить в виде тарифов повышающихся. Плюс еще налоги все платить и плюс еще быть все время виноватым, потому что такое количество инструкций, рекомендаций, что штрафы ты будешь получать. Просто за то, что дышишь, уже штраф можно получить. И я могу тысячу примеров привести, как это приводит к тому, что малые предприятия разоряются. И люди теряют работу, и куда они идут. Потому что на всех «Газпромов» и «Роснефти» не хватит. Биржа труда, пособия в лучшем случае. С другой стороны, Павел Николаевич, ну такое отношение государства к малому и среднему бизнесу и к большим корпорациям. А малый и средний бизнес, он ведь не может, не способен, наверное, платить столько в бюджет налогов, обеспечивать налоговых поступлений, как «Газпром», «Роснефть» и прочие «нефть», «нефть», «газ», что-то там еще. Малый бизнес платит вмененный налог. Мало того, он еще и платит подоходные налоги всякие. Чем больше малый бизнес покупает, а вы знаете, что во многих странах мира не действует НДС, действует налог с продаж. Чем богаче человек, тем больше он тратит, тем больше он платит налога. Это логично. Это не тот НДС, который нам всем предлагают. И мы, кстати, неоднократно говорили, в том числе и во Властной Думе, о том, что нужно заменить НДС налогом с продаж. Поэтому тот, кто больше покупает, то больше и платишь. Это логично. Но пока вот, знаете как, все реформы, которые предлагает правительство и правящая партия, они не в сторону людей, а в сторону крупных госкорпораций. Вы знаете, что сейчас появляются уже разговоры оффшора. Ну там тоже люди, Павел Николаевич, ну поймите их. У нас все больше и больше миллиардеров. Это, конечно, радует. Понимаете? Мы гордимся. Я не думаю, что мы все гордимся, но... Ну как это тоже успех России. Где-то первые в мире, да. То по количеству яхт у этих миллиардеров, по длине яхт мы первые. Но, честно, мы бы больше радовались, если бы по количеству, скажем, богатых, малых и средних предпринимателей мы были первыми. Тогда бы это было лучше. И тогда бы более стабильным было бы общество. Не было бы вот этих выходов на улицу, демонстраций, в том числе не санкционированных. Звоночек у нас из Хантамансийского автономного округа. Ольга. Ольга, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Павел Николаевич. А у меня такое вот предложение для правительства, как бы, пусть бы не платили бы пенсию работающим пенсионерам, но не повышали пенсионный возраст, чтобы у человека была возможность в любой момент, через два, через три года уйти на пенсию. И потом возобновлять выплаты. Ольга, но вы же понимаете, что все равно вот людям, скажем так, пенсионного возраста на этой их работе, если она у них есть, много не платят. И как раз нынешняя там пенсия какая-никакая, это все-таки подспорье. Дело в том, что я сама пенсионер, но это лучше, чем повысить пенсионный возраст. Да. Мы из двух зол выбираем оба. На самом деле, что такое пенсия? Человек работал и откладывал деньги до определенного возраста. Если вы возьмете расчет и выясните, что если человек получил 30 тысяч рублей, ну или там 35, то он обеспечил себя на долгие годы, когда он выйдет в 60 лет или 55 на пенсию. И этих денег должно хватить на его содержание. Ну да, есть, конечно, пенсии по инвалидности, но у нас есть и государство, которое неплохо торгует нефтью, которое, в общем-то, получает большие доходы, которое может, в том числе, потратить на малообеспеченных людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Но это не выход. Не платить заработанные человеком деньги, которые он долго откладывал, потом лишаешься всего. И поэтому во многих странах мира совершенно другой принцип формирования и пенсионных отчислений, и одновременно расходов. Я уже говорил, что во многих странах мира пенсия или там пенсионные накопления – это достояние не государства, а всех членов семьи. И если кормилиц умер, не достиг пенсионного возраста, то эти деньги переходят на расчетный счет его семье. Павел Николаевич, а это не совсем ли упрощенная популистская идея, которую вы сейчас высказываете? Простите, есть люди, которые две руки, две ноги, он работает, да, у него все хорошо, у него есть семья, которая тоже работает, можно унаследовать эти деньги. Но есть люди с ограниченными физическими возможностями, есть люди, попавшие в определенный момент в сложную жизненную ситуацию, и они за всю жизнь себе ничего не отложили, не смогли. Взяла на себя государство, то есть расходы на их содержание взяла на себя государство. Государство собирает другие налоги различные, государство фактически должно торговать недрами, потому что недра принадлежат народу, и в том числе переспределяет эти средства на тех людей, о которых вы говорите. Это логично, и во всех странах мира это делается. Но есть и другое, вот если ты не работал, ну, например, не хотел работать, то на твоем пенсионном обеспечении, то есть на фонде небольшое количество денег, ты можешь их потратить. Но тогда ты вынужден другую пенсию получать. А у нас получается так, что ты работал, работал, работал очень долго, а после этого деньги куда-то пропали, потому что умер в 59 лет, например, или в 54 года. А вот в этом-то и самая проблема в том, что пенсионный фонд должен быть, так скажем так, индивидуальный для каждого. Вот это сделано в Сингапуре, есть банк специальный государственный, который гарантирует сохранность. Там деньги лежат на конкретном, на твоем расчетном счете, ты всегда можешь знать, сколько там денег. Проценты получаешь ты, но если с тобой что-то случилось, эти деньги переходят к твоей семье. И все работает, представляете? И все прозрачно, и все понятно. Это не популистское решение, это решение, которое применено во многих странах мира. А государство, в свою очередь, работодатель, тоже перечисляет деньги. Вы можете кто-нибудь объяснить, почему, например, у водителя трамвая, вышиваться в 65 лет, зарплата примерно такая же, как, например, чиновник какой-то администрации, но чиновник получает в три раза больше пенсии. Почему? Ну, как это связать? За определенные, за одни и те же, ну, мы же определяемся зарплатой, должны быть, соответственно, и пенсии одинаковые, на мой взгляд. Почему у чиновников пенсия гораздо больше, объясните? Ну, вы понимаете, тут еще другой вопрос. Вот мы работаем, но вы говорите, там деньги перечисляются, ну, может, перечисляются деньги, но что мы видим? Мы видим пенсионные баллы, то есть каждый из нас работает за какую-то вот эту мифическую условную юридическую. Я пока вижу только пенсионные дворцы. В какой город, я много проехал городов, особенно предварительные компании, куда не приедешь, лучшее здание это пенсионного фонда. Вы не представляете, откуда они берут деньги, они собирают деньги с людей, которые ютятся иногда в бараках до сих пор. И эти деньги тратят на то, чтобы построить вот эти дворцы, зарплата, знаете, какая у них? Ну, маленькая, вы возьмите, но главное другое. Их 126 тысяч человек, а на большее количество пенсионеров, например, в той же Америке 20 тысяч. А что их так много? Никто не задавался вопросом. И мы всех их содержим за счет пенсионных денег наших граждан. Поэтому неэффективная, несправедливая пенсионная система, конечно, должна быть реформирована. Но повышение, это не реформация, это просто обираловка какая-то. Звонок еще один, не перестает работать у нас телефон. Звоните Евгений, Галина, прошу прощения, из Челябинска. Галина, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот правильно Павел Грудинин говорит про предпринимателей, про мелких предпринимателей. Вот у нас рынок меридиан, и у нас все закрываются. А бусики закрыли, мужской товар закрыли, что сейчас ввели такие налоги, и они нас задушили. Галина, это прямо вот сейчас, вот в этом году происходит, вот сейчас буквально, да? Да, да. Вот все закрывают, это сколько это самое место, молодая женщина тоже, она женским товаром тоже закрывается. Вот у нас пять предпринимателей сразу закрываются. Да, спасибо за ваш звонок, Галина. Павел Николаевич, вот вчера у нас в студии был такой экономист известный, вы его знаете наверняка, Сергей Хистанов. И вот мы спрашивали, а что же будет вот там с Родиной с нами, с курсом рубля и так далее, и прочее, прочее. И вот он не единственный, кто говорит, что, ребята, скоро будет все очень плохо, что нас ждут какие-то там шоки, дефолты и кризисы. Я хочу спросить об ощущении бизнеса, вот бизнес он всегда же тонко-тонко-тонко чувствует, что вот носится в воздухе, как вы думаете? Ну, бизнес на самом деле по-разному себя чувствует, понимаете, тому, кому тарифы поднимают решением правительства, то есть Газпром, крупные компании, они не чувствуют проблем. То есть денег все больше и больше, тем более, что цена на нефть, в общем, достаточно приличная. Поэтому это тот бизнес, который я бы бизнесом не назвал. А вот мы, средний и мелкий бизнес, страдаем от того, что покупательная способность населения падает. Какой смысл производить много качественных товаров, когда у тебя ничего не покупают? И именно поэтому, поскольку покупательная способность населения упала, все бизнесмены, которые работают, а мы все практически работаем на людей, конечно, находятся в таком шоке. Если сейчас деньги изымут в качестве налога или меньше станут платить пенсионерам, так или иначе, потому что это, кстати, не приведет к тому, что люди, достигшие пенсионного возраста, скажем так, если оставят этот возраст, сразу начнут уходить на пенсию. Потому что, к сожалению, на эту пенсию не проживешь. И, кстати, мы всегда говорили, что надо повышать пенсию, а не повышать пенсионный возраст. Это правильно. Поэтому у бизнесменов пока очень грустное состояние, потому что НДС-то все ты заплатишь. НДС очень хорошо собираемый налог. Налоговая инспекция прекрасно работает по консолидации всех налогов. Надо отдать им должное. Они соберут с мертвого все, что, скажем так, он не заплатил. А вот свободы ведения бизнеса, о котором так говорили, административных препон, которые нужно убрать, о которых говорил президент, пока не происходит этого. Мы знаем, что количество проверок, причем каждый проверяющий, чтобы вы знали, приходит и говорит, ты знаешь, я к тебе очень хорошо отношусь. Но я же инструкцию знаю лучше, чем ты. И поэтому ты должен заплатить штраф. И по-божески. Вот один мне говорит, не 300 тысяч, мы тебе 200 выпишем. Но если ты подашь в суд, то судья может скосить до 100. Я говорю, ты не можешь сразу 100 написать? Потому что, на самом деле, в нормальных странах сначала пишут предписание, говорят, вам полгода на устранение, а если не устранил, тогда штраф. А тут сразу штраф и все равно предписание, чтобы ты устранил. А устранение предписания тоже стоит денег. Ну, я могу вам долго рассказывать, как с нас высасывают деньги по мелочам, по крупному. Так вот, бизнес, с одной стороны, покупательная способность населения уменьшается. С другой стороны, налоги, соответственно, давление на бизнес увеличивается. И вот только что было сказано, что многие уже просто бросили работать или ушли вообще в черную, тогда платить налоги не надо. Или, ну, скажем так, выживают, как придется, на подножном корме. Ведь многие же в деревне живут, знаете как, да? С огородом. В нормальном хозяйстве. Мы об этом будем в следующем часе говорить отдельно. А сейчас давайте Калуге слово предоставим Евгений, наш телезритель. Евгений, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня... Евгений... Говорите, пожалуйста, не пропадайте. Да я не пропадаю. Это, как... Я хотел Павелу Николаевичу задать один вопрос личного характера. Вот мы вас, Павел Николаевич, почему-то после выборов президента не видим вас. А вот он здесь. Простите ли вы свою политическую деятельность или нет? Или все-таки собираетесь бороться? Выступать на телевидении, на радио, в прессе со своими взглядами? Зовут это Евгений. Евгений, ты приходишь на телевидение, когда тебя приглашают. И, кстати, я хочу огромное спасибо сказать ОТР, которая меня приглашает. А вот остальные как-то вот решили про меня много рассказывать, но меня не показывать. Еще они нас посмотрят и тоже вас пригласят. Почему? Почему? Не думаете ли вы создать свой канал, чтобы предпагандировать свое видение? Нет, вы знаете, совхоз имени Ленина, которым я руковожу, каналов... Это совхоз, это не телеканал. Да, это мы телеканалы. Мы не будем, скажем так, создавать. Но всюду, куда меня приглашают, я прихожу. Еще один вопрос, о котором нельзя не поговорить. Минсельхоз сейчас готовит новую доктрину продовольственной безопасности, ибо прежняя должна истечь уже в 2020 году. Соответственно, производители и эксперты тоже там направили свои предложения. Они считают, что надо сейчас очень активно стимулировать, ну, не само даже сельское хозяйство, а потребление, потому что как раз-таки нет многих средств достаточных. Скажите, что вы думаете по поводу нашей продовольственной безопасности? Вот уже достаточно много лет нашему импортозамещению. Какие у нас тут успехи и как нам упрочить свою безопасность? Ну, давайте так. Продовольственная безопасность – это физическая, то есть на полках магазинов, и экономическая доступность продовольствия. Это известно всем. И правительство Российской Федерации нанесло сокрушительный удар по продовольственной безопасности, потому что экономическая доступность продовольствия стала практически невозможной. Знаете, что большинство нашего населения больше 50% своих доходов тратит на еду. И куда растворяется это пальмовое масло и все суррогаты, которые ввозятся в страну, мы с вами знаем, их съедают. Но не потому, то есть это никого не должно радовать, потому что нормальное здоровое питание – это основа вообще государства, в том числе и здоровья населения. Мы на самом деле недоедаем, это знают все без исключения. Поэтому критерии, которые были записаны в той госпрограмме, о том, что нам достиг нужно 90% обеспечения себя, например, мясом, но если мы едим, например, 77 килограмм на душу населения мяса, а в среднем мир ест 90, а Европа 120, то какого же, извините меня, импортозамещения мы достигли? Ничего мы не достигли. Вот, например, я же плодово-ягодное предприятие. Вы знаете, что, например, яблок и ягод человек должен есть в год 120-130 килограмм. Иначе что? Иначе у него не хватать будет витаминов, но он не будет так развиваться. Вы знаете, что такое ожирение? Которое постигло нашу страну покруче, чем Америка. Он говорит, анемия у детей. Это все от того, что люди недоедают фруктов, овощей. А мы не производим. А если бы у людей были деньги, вдруг выяснилось, что у нас нет такого количества объема, который мы производим. Вообще, есть такая фау, вы слышали, да? Это такая организация, которая делает доклад по продовольствию в мире. Так вот, недавно они сделали доклад о том, что вообще проблемы голода в мире уже нет. Но есть проблема качественного продовольствия. Потому что некачественное продовольствие для бедных слоев населения достигло огромных масштабов. Но на эту тему принят вот свеженький буквально с пылу жару законопроект об органической продукции. Слушайте, законы вы можете принимать. Но органическая продукция всегда дороже, чем, ну скажем так... Значительно дороже. Значительно дороже. А если у вас большинство населения с трудом сводит концы с концами, зачем это нужно органически? Если у вас НДС 20%, а не 18%. Я с этими разработчиками разговаривал, говорю, слушайте, а можно ли в экологически грязной стране произвести экологически чистое продовольствие? Вот надо сначала понять, чем поливает селькозпроизводитель. Откуда он берет воду, какой дождь на нем выпал, какой воздух висит. Вы слышали, да, в Москве постоянные скандалы с превышением различных... Это у ПДК, да. Да, у ПДК. Так о чем мы говорим сейчас? О каком экологически чистом продовольствии? Но дело даже не в этом. Сначала нужно просто хорошее, натуральное, качественное продовольствие произвести, а потом его продать. Но из-за того, что мы, кстати, вот вы вспомнили об этом замечании, из-за того, что мы не субсидируем должным образом свое производство селькозпроизводительное, у нас дороже все продается, чем в Европе. Вы знаете, что цена на молоко у нас дороже, чем в европейских странах. Нам нужно произвести очень много. Сначала обеспечить свое население, потом уже излишки вывозить за рубеж. Мы с вами ввозим молоко, ввозим огромное количество... Главное, что самое страшное, что мы ввозим технологии, семена, геномы животных. Вот это вот самое страшное. Павел Николаевич, так мы, собственно, должны обеспечить сначала свое население много чем, не только продовольствием, газом, например, доступным, там, не знаю, бензином, например, да? Почему у нас получается все время так, что мы недокормленные, недопоенные, но зато... Недозаправленные. Недозаправленные, но активно торгуем вот через границу, через границу, а своему человеку все время не додаем, не докладываем нашему тигру мясо. Потому что у нас правительство такое, правительство непрофессионалов, которое не понимает, что делает, потом начинает исправлять ошибки. С умным видом рассказывает вот эта госпрограмма. Ну, они же достигли в предыдущей госпрограмме, значит, как будто бы из 10, нет, из 12 показателей только 2 достигнут, которые они перед собой ставили. Но они остались работать на своих рабочих местах. У них очень хорошо получается докладывать президенту. Он говорит, ну, сельское хозяйство же видит, что все по-другому. Если вы возьмете просто энергонасыщенные структорами нашу, по сравнению даже с Советским Союзом, вы обнаружите удивительные вещи. То есть мы вроде как все производим, а тракторов новых у нас нет. Новых технологий нет. Мы в Молочном Союзе, я член управления Молочного Союза, всем говорят, слушайте, давайте молоко посчитаем нормально. У нас не 30 миллионов тонн молока, у нас максимум 15, ну, может быть, 17, если там двойной счет посчитать. Но у нас нету. Вы знаете, что один замминистра сказал, что мы производим очень много овощей и фруктов, но 50% фруктов и 30% овощей погибает прямо там же, где мы производим. Кстати, одна из основ доктрины продовольственной безопасности только мировой, это чтобы продовольствие доходило до потребителя, а не уничтожалось или не пропадало. У нас с этим совсем нехорошо, скажем так. Но зарубежное санкционное продовольствие по-прежнему должно уничтожаться. Но оно по-прежнему попадает. И уничтожает, естественно. Да, 7 тысяч тонн они уничтожили, но, как один чиновник сказал, не больше 10%. Все остальное все-таки проходит к нам. Не, ну хорошо, но все равно продовольственные санкции, вот эти антисанкции надо сохранить, с вашей точки зрения. Нет, я считаю, что не нужно. Так. Нам, понимаете, как, это ничего не дает... Конкуренция нужна? Конечно, нужна конкуренция, но мы должны сделать свою продукцию конкурентоспособной. А для этого нам нужно сделать те же самые преференции, хотя бы как в Белоруссии. Белорусы, например, если вы знаете, у нас там как достижение считается, некоторым дают 5% кредитов, ну, 5% кредиты. А если я вам скажу, что в Белоруссии дают всем, но 3, без исключения производственные, а нам 5, но не всем, сколько кредитных ресурсов хватит. И поэтому, как правило, вся эта господдержка попадает, знаете куда, в крупные агрохолдинги. То есть, если вы разберетесь, то эти агрохолдинги иностранные компании во втором и третьем поколении. И эти деньги потом через дивиденды уходят в офшоры. А может быть сделать по-другому? Помочь всем без исключения, особенно малому и среднему бизнесу, а вот этих вот крупных олигархов сказать, слушайте, ну, если вы крупные олигархи, то вы можете спокойно сами произвести. Вот крупные агрохолдинги нас как раз не интересуют, через несколько минут будем говорить об ЛПХ и о том, как хотят обладать налогу. И насчет помочь вот этому простому малому и среднему производителю на селе. А сейчас узнаете. Спасибо, что пришли. У нас в студию был Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина. Смотрите все. Друзья, оставайтесь с нами, будет дальше тоже очень интересно. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok